лютеранская церковь фенненкирхи пережила очень многое советские времена церковь стала единственным местом где можно было смотреть шедевры кинематографа а еще в ее стенах выступали ленинград и король шут церковь можно увидеть фильме брат в какой-то момент в церкви было около 12 тысяч прихожан а при ней работали училище детдом больница и приют для женщин с тяжелой судьбой пережила церковь и пожар в начале нулевых но даже это событие стало ее изюминкой христиане верят что библия результат совместной богочеловеческой работы она повествует о сложной истории отношений между богом и человеком на первых страницах библии рассказывается как бог творит порядок и красоту из бесформенного хаотичного мира день за днем он упорядочивает и разделяет материю чтобы подготовить мир к появлению лучшего из своих творений человека бог творит людей по своему образу и подобию и доверяет им заботиться о творении также как это делал сам господь созидать гармонию порядок и любовь однако люди отказываются следовать божьему замыслу и отворачиваются от своего создателя это событие в христианской традиции называется грехопадением физическим выражением разрушения богочеловеческих отношений становится то что бог изгоняет человека из эдема и человек становится смертным во времена правления петра первого в петербурге было много немцев которые нуждались в лютеранской церкви первое время они молились в деревянных зданиях и только в 1775 году был заложен каменный храм эту улицу потом называли кирочной в честь построена здесь кирхи то есть церкви в переводе с немецкого в 1935 году храм закрыли и в его стенах через четыре года открывают кинотеатр спартак это был единственный кинотеатр в ленинграде где можно было посмотреть фильмы капиталистических стран а начиная с 92 года одновременно с кинотеатром здесь располагается лютеранская община святой анной и дискотека а в 1998 году здесь впервые прошел рок-концерт и кинотеатр переделали в рок-клуб спартак часовни соорудили бар а на втором этаже поставили игровые автоматы в тысячи втором году здесь произошел пожар и после этого семь лет церковь простояла с обгоревшими стенами и без крыши если вы придете к церкви сейчас то можете заметить что снаружи ее отремонтировали и даже сложно представить что когда-то она была полностью обгорелой ребят фантастическая церковь и фантастика ее не в том что снаружи хотя снаружи она тоже неплохо а в том что внутри здесь проводятся экспозиции а вот внутренние интерьеры трогать не стали и это теперь своеобразная фишка церкви я не просто так вначале обратился к библии потому что сейчас здесь проходят выставки и внутри вы можете увидеть много интересных инсталляций из церкви предлагаю вам отправиться в одну из самых современных точек санкт-петербурга это набережная возле лахта центра бордик показано открытая набережная парк 30-летие санкт-петербурга туда так арки многофункциональные здания финские зале а вон первый памятник петру 2 веломаршрут арт-объект перо амфитеатр качели панорамная терраса красота конечно красота не писаная и самое высокое здание во всей европе 362 метра и я я метр семьдесят восемь вообще начать стоит с того что здесь планируют строительство 2 башни 3 точнее это будут лакта центр 2 и лакта центр 3 высотой 703 и 555 метров 703 метра выбраны не случайно в честь даты основания санкт-петербурга 1703 года набережная была открыта совсем недавно и это место отличается от всего что я снимал в предыдущих своих выпусках крепости заводы храмы и здесь наконец мы в будущем сам небоскреб плахта центр находится на берегу финского залива район был выбран для строительства представляю возможности для значительного улучшения и модернизации инфраструктуры раньше здесь была промышленная зона и когда выбиралось место для строительства власти санкт-петербурга специально нацеливались на улучшение экологической ситуации в этом районе лакта центр это штаб-квартира газпрома сейчас это самое высокое здание в россии и в европе его высота 462 метра 87 этажей он вошел в пятерку самых экологичных небоскребов в мире выиграл конкурс как лучший проект в номинации фасады высотных зданий на момент когда я снимал это видео здание еще полностью не было открыто и уже тогда я посмотрел сколько же стоит построить такое здание и тогда она оценивалась в 155 миллиардов рублей как часто это бывает всякие такие современные здания могут оцениваться скептически местными жителями и лакта центр не исключение его местные прозвали кукурузой и часто шли обсуждения что это кукурузина будет портить весь городской вид а почему такое название лакт центр что это значит это старинное финское поселение которое было расположено на месте где сейчас стоит небоскреб переводе с финского лакта значит залив и само здание расположено прямо рядом с финским заливом в основании башни можно увидеть звезду здание было спроектировано таким образом что 5 крыльев составляющих внешнюю структуру здания поворачивается почти на 90 градусов и становятся более узкими по мере подъема что создает эффект закручивания башни крыши у здания нет но есть шпиль который выполняет функцию громоотвода в 2019 году здесь еще установили автометеостанцию которая записывает данные о температуре влажности силе и направлении ветра небоскребе есть смотровая на которой установили статую ангела точную копию того что находится на александровской колонне на дворцовой площади предполагается что в здании будет работать 102 лифта которые одновременно смогут поднять более 1200 человек кстати еще одно неофициальное название башни помимо кукурузы башня саурона как главная башня в книгах толки она говорят что факел газпрома лахты это якобы око с пламенем саурона друзья на этом пока все но я не останавливаюсь на своих путешествиях и скоро отправлюсь в при эльбрусе поэтому подписывайтесь еще не подписались пишите в комментариях что думаете что стоит посмотреть еще в санкт-петербурге не забывайте заходить на мой второй канал о зарубежном образовании где делаю обзоры на зарубежные учебные заведения и если вам интересно поехать за границу поучить язык поступить в университет отправить ребенка в детский лагерь обязательно подписывайтесь на тот канал он вам будет полезен если вы хотите получить консультацию заходите к нам на сайт 3d с макс точка ру пока и увидимся в следующих выпусках